Всем привет и у нас сегодня вышел первый, самый первый трейлер фильма джиперскрипперс 3, который мы все ждали. Какого хрена я нацепила эту тряпку? Делаешь, делаешь обзоры про джиперскрипперс третью часть. Смотрят обзоры народ, но хейтеры продолжают засирать все комментарии постоянно. Я конечно понимаю, что опять в очередном видео я грибу по самые не хочу от посуды, но как говорится хрен с вами хейтеры. Вот значит у нас вышел первый, самый первый трейлер фильма джиперскрипперс 3 и уже ребята мне все сообщают, что вышел трейлер. Вот открываю даже youtube и флеппи майнкрафт пишет здравствуйте галина официальный трейлер фильма джиперскрипперс 3 вышел. не вру галина смотрите ура ура на самом деле ура очень рады все что все-таки если уже появился официальный трейлер и не только тизер который мы видели не так давно то уже абсолютно точно что 26 сентября премьера все-таки состоится в сша вот но и насколько я поняла из ваших комментариев что премьера в россии состоится 9 ноября срок достаточно большой разница достаточно большая 26 сентября и 9 ноября это как говорится достаточно большой срок и непонятно появятся ли какие-то копии в интернете сможем ли мы что-то посмотреть или мы будем ждать и непонятно вообще как будут транслировать этот фильм в разных странах потому что кто-то поддержал петицию кто-то не поддержал петицию то есть соединенных штатах я так понимаю поддержали петицию наверное где-то в европе тоже в россии я думаю что петицию поддерживать не стали но как говорится поживем увидим вот на сегодня так вот такой у нас как бы результат что вышел официальный трейлер значит все-таки фильм джипер скрепер стрим и увидим и я напомню что фильм джипер скрепер стрей снял тот же режиссер что я снял и первый вторую и соответственно сейчас третью часть это виктор сальва которым в свое время помог в карьере режиссер известный фрэнсис форт коппола который известный нам по фильмам крестный отец и конечно же фильм ужасов дракула и я напомню что премьера фильма состоится 26 сентября в сша это через 10 дней это уже совсем скоро и фильм джипер скрепер стрей будет рассказывать нам о том что группа сержанта тапса ищет монстра соответственно крипера с целью его уничтожения и также ему предстоит раскрыть тайну его происхождение и самое главное что сержанту тапсу предстоит узнать именно непосредственно тайна происхождения крипера вот эта тайна нам как говорится не раскрылась ни в первой ни во второй части и будем надеяться что нам обещают что эта тайна нам раскроется в третьем фильме и соответственно чем же питается крипер он питается непосредственно органами людей для продления своей жизни первый фильм джипер скреперс вышел 2001 году вторую часть мы увидели в 2003 году ну а третью часть мы уже как говорится ждем 14 лет уже скоро будет 15 лет но слава богу 15 нам до 15 не дотянет это будет именно ожидание 13-14 лет и в ролях как и заявлено будет джина филлипс в роли той же триш и в роли крипера как обычно снялся джонатан брэк который значительно поправился как мы видели по первому тизеру и брэндон смит сыграл непосредственно самого сержанта тапса так же как мы говорили раньше мэг фостер сыграла в фильме мэг фостер которая сыграла гейлин брэндон и конечно же стэн шоу сыграл шерифа таштега будем надеяться что стэна шоу шерифа нашего не убьют достаточно быстро и что мы его будем наблюдать вплоть до конца фильма вот но и так же виктор сальва в одном из интервью в прошлом году сказал что мы узнаем кто такой крипер так же мы узнаем о грузовике информацию так же я напомню что в начале этого года в январе жительница соединенных штатов опубликовала петицию с просьбой бойкотировать фильм и дело в том что к этой петиции дело это касается 80-х годов уголовное дело которое было заведено против Виктора Сальвы его обвинили он как говорится был осужден прошло уже много лет с этих пор но все равно вот эта петиция она сыграла свою роль именно многие сети кинотеатров особенно в США присоединились к этой петиции и поэтому как я ранее говорила что фильм Джипперс Крипперс 3 будет идти не во всех кинотеатрах США вот и так же в мае этого года Виктор Сальва сообщил что у него уже готов так же сценарий для четвертого фильма Джипперс Крипперс и действие фильма будет разворачиваться будет продолжением уже третьей части и так же заявлено что Джина Филлиппс ознакомилась с этим сценарием и он ей очень понравится вот давайте тогда смотреть новый трейлер долгожданный трейлер и вот я как вижу что продолжительность трейлера 1 минута 35 секунд что достаточно намного больше предыдущего тизера тизер предыдущий был 30 секунд как и положено тизеру вот ну что поехали тогда а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 также отправил трейлер и всем напишу сейчас спасибо просто я смотрю Даниил Шевченко Эльдар Багунов спасибо Эльдар сбросил тоже трейлер Валентин Константинов спасибо Валентин Василий Никитин сбросил Анатолий Модесский сбросил Миша Дюмин сбросил спасибо всем огромное Стас Сенгучев сбросил тоже трейлер спасибо огромное спасибо огромное Стас и Александр Бацолнов вчера даже он сбросил ночью то есть самый первый первый спросил мне трейлер Бекари Капанадзе также сбросил вот это то что касается спасибо ребят всем огромное все вы прям вовремя все сообщаете единственное информации очень мало по джипперскрипперс и как говорится кто откуда берет информацию я надеюсь вот один пользователь писал что он находится в Соединенных Штатах и что у него возможно будет такая возможность сейчас скажу кто значит дурки шмурки также добавил вышел трейлер так донат донат пончик тоже сбросил галина новый трейлер это я смотрю в ютьюбе бонд GTA 5 добавил ну это я посмотрю из Америки через пару недель зачем же ждать 9 ноября ну будем надеяться что вот бонд GTA 5 сбросит нам какую-то информацию фотографии или еще что-то что ему станет доступно вообще сбрасываете если вы находитесь на территории Соединенных Штатов и появится у вас какая-то информация делитесь как говорится и мы со всем со всеми русскоязычными зрителями поделимся этими новостями радость вот ну как бы на сегодня все сейчас предлагаю я думаю что я самая последняя кто посмотрела трейлер все вы уже давно трейлер посмотрели но все равно предлагаю посмотреть для тех кто возможно еще возможно не посмотрел на сегодня все всем спокойной ночи пока пока